Сно-двести снов за ночь. Сны шли параллельно. После двух недель с янтры снов, все стали абсолютно неподвижными. Это невероятный процесс. Можно было бы даже сделать так, чтобы вы могли забрать янтру снов домой. Это был бы мощный инструмент. Я смотрела видео с Аткуру-эксклюзив, в котором вы говорили о машине снов, янтре снов. Вы создаете их, чтобы мы могли забрать их домой? Янтра снов. Возможно, машина снов звучит лучше. Мы создали янтру снов, когда проводили 90-дневную программу в Соединенных Штатах. Однажды я увидел... Это было после целого дня интенсивной садыны, с половины шестого утра. Однажды ночью я вошел в зал и увидел, как все спят спокойным сном. Мне это не понравилось. Они пришли работать над собой. Дело в том, что, если вы достигли внутри себя состояния, в котором вы находитесь за пределами всего этого, тогда вы должны спать спокойно. Но когда у вас еще много проблем, и при этом вы спите спокойно, в этом нет ничего хорошего, потому что так ваши проблемы останутся с вами до конца ваших дней. И тогда я решил разобраться с этим. На подготовку ушла пара недель и еще несколько недель, чтобы вовлечь людей. А потом всем начали сниться жесткие сны, разворачивающиеся на огромной скорости. Буквально 100-200 снов за ночь. Сны шли параллельно. Садхгуру, мы так хорошо спали все эти дни, а теперь я сказал им, я не успокоительная. Я здесь для того, чтобы пробуждать людей, а не убаикивать их. Потому что вы никогда не сможете медитировать по-настоящему, пока не исчерпаете эти вещи. Стоит вам приступить к медитации, как начнется мечтание. Вам нужно исчерпать их. Существует определенный объем данных. Существует конечный объем данных. Если прогнать его на большой скорости, то во время следующей медитации окажется, что теперь данных не так уж и много. Осталось совсем чуть-чуть. После двух недель с янтры снов все стали абсолютно неподвижными. Это невероятный процесс. Тогда я сказал, что мы изготовим янтры, чтобы люди могли забирать их домой. Но потом... Способности развиваются первыми. Мудрость приходит позже. Тогда я понял, что люди должны оставаться здесь на одну, а лучше на две недели. И мы должны следить за тем, как они проходят через худшую часть своих сновидений. И до того, как они заберут янтры домой, потоки их снов должны немного иссякнуть. Мы должны привести их в такое состояние, прежде чем они заберут янтры домой. В противном случае... Если обстановка не будет благоприятной, если ваше окружение не понимает, что с вами происходит, тогда нет смысла проводить очень интенсивные процессы. Поэтому, когда вы и многие другие будут готовы к двухнедельному процессу, чтобы забрать янтры снов домой, мы сможем это организовать. Это будет мощный инструмент. Это те саданы, которые мы можем предложить индивидуально, даже без янтры снов. Но все должно происходить под нашим наблюдением и контролем. Иначе... Не обязательно, что все пойдет плохо, когда вы едете на высокой скорости. Необходимо убедиться, что вы на такой дороге, где внезапно не выскочит какой-нибудь глупый велосипедист и не начнет разворачиваться. Да или нет? Если он развернется, казалось бы, это мелочь. Вы едите на машине, а он всего лишь на велосипеде. Но произойдут ужасные вещи и для вас, и для него, и для всех. Поэтому, чтобы ехать на такой скорости, перед вами хотя бы какое-то время должно быть пустое шоссе. Когда вы были готовы к чему-то подобному, мы подумаем об этом.